Мы продолжаем путешествие по курсу HTML Master. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и помните, что следующее занятие я запишу только после того, как это видео наберет более 45 лайков. Итак, сегодня мы с вами познакомимся со списками в HTML. Всего их есть три вида, поэтому давайте первым делом заведем тег h3. Вот так вот и напишем следующее. Типы списков в HTML. Отлично. Сразу же хочу сказать, что я рекомендую, очень рекомендую использовать списки в своих статьях. Как только вы что-то перечисляете, сразу же вставляйте список, потому что он не просто помогает более сконцентрироваться на информации, но также текст становится более читабельным и лучше воспринимается вашими посетителями. Списки must have. Итак, двигаемся дальше. Первым делом давайте мы разберем список, который называется числовой. Поэтому тут мы заводим тег p и тег b и пишем числовой список. Ставим двоеточие. И смотрите, числовой список задается при помощи двух тегов. Это тег all, который говорит браузеру, что дальше будет идти числовой список. И затем внутри тега all мы уже пишем тег li. Каждый тег li отвечает за отдельный пункт списка. Оба тега парные, поэтому их надо не только открывать, но и закрывать. Не забывайте об этом. Итак, давайте мы здесь напишем пункт. Пробел поставим и напишем пункт. И затем сделаем еще 6 копий, то есть чтобы у нас появилось ровно 7 пунктиков. Так, по-моему 7, да? Отлично. Тут давайте мы напишем дальше. Первый пункт, затем второй, после этого третий. Так, дальше идет у нас четвертый, потом идет пятый и шестой и седьмой, да? Шестой и седьмой. Седьмой. Замечательно. Итак, смотрите. Каждый пункт, каждый тег li, он автоматически начинает нумероваться. 1, 2, 3, 4 и поехало, да? Так вот, мы это дело все можем с вами поменять при помощи дополнительных атрибутов, но сразу хочу предупредить, что эти атрибуты в HTML я не использую. Почему? Потому что они задаются также при помощи CSS. Там намного больше возможностей, нам более удобно, поэтому чуть что мы будем это дальше разбирать уже в курсе CSS Master после этого курса. Но сейчас вы должны просто знать, какие бывают атрибуты, что вы можете сделать со списками, поэтому мы их тоже будем рассматривать. И первый атрибут, который мы разберем, называется Type. Type отвечает за тип нашего списка и по умолчанию он равен единичке, то есть это перечисление в десятичной системе исчисления. То есть 1, 2, 3 и поехало, так далее. Но мы можем это поменять. Например, если мы поставим большую латинскую A, то у нас начнется перечисление A, B, C, D и F, G, видите, да? Если мы поставим маленькую A, то начнется перечисление, но уже маленькими буковками. Также мы можем перечислять пункты в римской системе. По-моему, так называется, я честно не помню. Если я ошибся с названием, пожалуйста, пишите в комментариях и опять-таки ставим большую латинскую I и видим, как начинает все перечисляться. Если мы поставим маленькую, то уже перечисляется маленькими латинскими буквами. Отлично. Так, давайте мы уберем Type, пускай у нас все идет по умолчанию, и следующий атрибут называется Start. Start, и мы просто пишем значение, с которого должен начинаться список. Например, если мы поставим 5, то тут начинает все перечисляться с 5. 5, 6, 7, 8, 9. Также есть атрибут, который называется Reversed. Давайте мы напишем Reversed. Видим, да? И у нас начинается исчисление наоборот. То есть 5, 4, 3, 2, 1, 0, минус 1. Давайте мы здесь вот это все дело уберем. И у нас начинается наоборот. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Видите, да? Вот так это работает. Но помните, что атрибут Reversed, он, во-первых, не имеет у себя значений. Мы его просто пишем и все. И, во-вторых, он, это атрибут, который был задан в HTML5, и он не во всех старых браузерах поддерживается. Поэтому с этим атрибутом будьте, пожалуйста, аккуратнее. Так, ну, давайте мы этот атрибут оставим и приступим к рассмотрению следующего типа списка, который называется All. Так, только сначала мы заведем тег P, потом тег B и напишем. Это маркированный список. Маркированный список. Двоеточие. Так, в чем суть этого списка? Этот список задается уже при помощи тега All. А дальше все точно так же, как в теге All. То есть, каждый пункт в маркированном списке задается при помощи тега Li. Давайте мы просто-напросто вот это все дело скопируем с вами. Вставим сюда. И смотрите, у наших пунктов появились вот такие кружочки черные. Опять-таки, мы можем использовать атрибуты, мы их сейчас разберем. Но, опять-таки, это все дело спокойно делается через CSS. И, более того, я рекомендую все это дело делать именно через CSS. Но, так как мы его еще пока не знаем, мы будем использовать атрибут Type. Итак, смотрите. По умолчанию стоит значение диск. Это вот эти самые черные кружочки. Но мы можем указать, например, Cycle. Так. Это кружочки уже появляются, а не диски, да? И также Square, квадратики. Так вот. В принципе, на этом все возможности через атрибуты HTML заканчиваются. И сразу говорю, что в стилях у нас намного больше возможностей. То есть, мы можем поменять и отступы, и картинки проставить, и сами вот эти типы прописать точно так же. То есть, чтобы и кружочки были, и, например, буквами перечислял. Все это возможно в CSS. И еще один момент. Обратите внимание, что все эти атрибуты мы можем также применять и не только к тегам all.you, но и к спискам. Например, если мы здесь напишем type равняется a, большое латинское, то здесь у нас появилась буква d. Если мы здесь напишем disk, то у нас здесь появится, видим, черный кружочек такой. То есть, не забывайте, что вы можете так начинать с каждым пунктом. И, например, если мы здесь пропишем start, давайте мы пропишем start равняется 10, то видим, что здесь уже ничего не меняется. То есть, атрибуты не все применяются к тегам li. Это тоже вам стоит знать. Так, отлично. С этим, думаю, мы с вами разобрались. Теперь давайте разберем последний тип списков. Поэтому сразу же заводим тег p и тег b. Так, это список определений. Так, список определений. Двоеточие. И как он задается и как работает. Смотрите, здесь, в отличие от того, что мы разбирали выше, используются сразу три тега. Первый тег называется dl. Опять-таки, все теги парные. Не забываем, что их надо закрывать. Не только открывать, но и закрывать. dl говорит браузеру, что здесь начинается список определений. И дальше смотрите, что мы используем. Тег dt, который отвечает за ввод термина. И тег dd, так, по-моему, dd, если я не ошибаюсь, в котором используется описание нашего определения. Ну, тут, в принципе, это получается лист, это термин, а это description. Ну, как я думаю. Итак, давайте мы заведем, например, термин html и напишем. Язык разметки, язык разметки, запятая, на котором строятся страницы в интернете. Так, давайте, наверное, здесь с большой буквами напишем, чтобы было все аккуратно и красиво. Видим, да? Вот как у нас тут это все оформляется со своим отступом. Обратите внимание, все идет. И теперь давайте мы также еще запишем следующий атрибут. Точнее, еще один пункт. Давайте напишем css. css. И тут, опять-таки, мы ставим тег dd с описанием таблицы стилей. Каскадные таблицы стилей. Которые используются для оформления сайта. Так, отлично. Вот. Ну, в принципе, мы с вами разобрали вот такие три вида списков. Сразу говорю, у dl списка определений нет каких-то там специальных атрибутов. Но, смотрите, вот все это мы сможем потом, когда будем изучать css, оформлять при помощи стилей и делать все намного красивее. Свои отступы, картинки, как я вам уже говорил, задавать. Делать так, чтобы, например, вот эти html, css термины были, например, жирными. А здесь все и шло курсивом. То есть, все это делается при помощи css. Конечно, мы можем здесь задать тег b и тег i. Но в css это все гораздо проще и лучше делать. Итак, друзья, в принципе, на сегодня все. Не забываем, что когда это видео наберет более 45 лайков, я сяду и запишу для вас новое занятие. Поэтому ставьте лайк прямо сейчас. На связи с вами был Серега. До встречи в новых уроках. Субтитры подогнал «Симон»!